Девушки отдыхают 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 с фактом, что на самом деле все, все совсем не так. Например, ты помнишь событие и его дату, а его или не было вообще, либо дата оказывается другой. Или, например, другой пример. Читал какой-то журнал, и через годы хочешь снова перейти, и через годы хочешь снова его найти, но обнаруживаешь, что такого журнала никогда не было. Дисонанс, да? Те люди, которые плохая или девичья память, практически не обнаруживают таких неправильных закладок, битых ссылок. Но те из нас, и это важно, ребята, те из нас, что обладают хорошей даже фотографической памятью, хотя бы раз за свою жизнь могут испытать когнюктивный диссонанс или дежавю, что-то в этом роде, когда объективная реальность вступает в конфликт с воспоминаниями. Надеюсь, заинтриговал? Короче, не знаю. Я сам как только в сутки узнал про эту информацию, и у меня прямо и сразу же эффект разбитого стекла в голове, потому что... Ну ладно, начнем со всего по порядку. Но вы, вы, вы мне не верите на слово. Это лишь мое субъективное мнение. Так что все проверяйте. Или в нете не поленишься, и так... Не поленись, зайди в интернет, найди пруфы, поверь, ты найдешь. И... Почему я сразу сказал, что ищите? Потому что будет одно но. Одно но, которое я скажу под концом. Сразу понятно, что... Кто-то сразу подумает, что наш мозг видит мир и воспринимает информацию от того, что реально... Мурашки по телу пробегут. Потому что вы сейчас сами увидите, некоторые из вас, а мульты все только в разных... Что реальность изменилась. Незначительно. Незначительно, но все же. Вот я, например, для себя четыре резонанса нашел. Первый это Манделла. Как он и называется, эффект Манделла. Ну, для меня он... Просто такой отпечаток оставил. Потому что... Когда я был в Намибии, то общался с набибийцем. И он кратко поведал мне историю своего народа. Что мы в 80-х годах, Намибия и ЮАР были одним государством. И белые их угнетали. И как раз появился легендарный герой этого народа. Нельсон Манделла. Он воевал против апартеида и ксенофобии. В итоге страна развалилась на части, на Намибию, на ЮАР, не посадили, что там такое-то лесо-то. Но не суть. Но его посадили в тюрьму. В день узко-часа в 80-х годах. И это реальность. Было у меня до вчера. Мне еще в школе про него историки рассказывали. А историю с географией я знал на 1-е. Ибо мне это нравилось, нравится, будет нравиться. В крови, как говорится. Каково было мое удивление, когда в Йоханнесбурге я увидел денежку... Ну, это было в январе. Не, это было не в январе, это было в марте. Я вернулся в судно, у меня на полететь. В Лжбе, Йоханнесбург, Дубай, Варшава. Ну, не суть. В Йоханнесбурге я был. Каково было мое удивление, когда я увидел денежку ЮАР со старым Манделой на изображении. Но я не придаст значения, подумав, что он так в 80-х годах выглядел и умер старичком. Но откуда, знаешь, нюансов-то не знаешь. Знаешь, как бы слышал звон, ну, не знаешь, где он. Но я помнил. Ну, кстати, вот, если это видишь, вот, 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 не знаю, я еще, короче, где-то размещу это все. Не волнуйся. А сейчас пробил Вики... А сейчас я пробил Вики в каких-то источниках, в книжках. Карл, в книжках все изменилось полно. До конца я не разобрался с этим явлением, конечно. Но это не просто с Ютубушки инфа. Как любит меня троллить, мой лучший дружище. Со мной согласны люди. И этот эффект так и назвали. То есть, волна пошла от психиатров по всему миру, которые люди проходили. И когда они уже сбивали, видели в поиске, в Википедии, что он умер, оказывается, в 2013 году своей смертью от старости. И в 2003, в каком-то волосатом году он там был каким-то там что-то с дельфинами. Так что, мучил движуху. Нормальный мирный человек, который в свое время был президентом и умер нормально своей старостью. Ну, до вчера у меня в сознании мой накопленный опыт говорил мне в обратном. Ну, это, наверное, для меня самое такое яркое впечатление, потому что... Идем дальше. Еще есть про Дарт Вейдера, про Форрест Гампа. Ну, это фильмы, там спорно. Ну, Дарт Вейдер, помните, когда он Скайуокера отрубил ему руку? Потом говорит, ты хочешь знать, кто был твой текст? Он говорит, нет, я знаю достаточно. Я ему говорю, Люк, I'm a father. Пробейте, сколько демотиваторов. Там, где Люк валяется, я на фазы. Как где Лук от Чаполина, говорит, Лук, я твой фазы. Даша, наша батька, Лук, я твой батька. Этих демотиваторов тысячи. Фанатов, фанатов, фанатов в Америке. Даже есть джидаизм какой-то. Ну, короче, не знаете, я всегда был равнодушным к стерварсам. Ну, как бы посмотрел, но круто, да. Поменялось слово. Люк на нет. Теперь же поищите. Нет. Я твой текст. Но. Идем дальше. Форест Гампи. Про коробочку с конфетами. Коробочка с жизни, так как коробочка конфет, никогда не знаешь, что внутри. Life is. Пошло. Сейчас light was. Box chocolate. То-то-то-то-то-то-то. Для нас, как бы, различия несущественные, но для американцев. Также есть и секс в большом городе. Наши был секс in city. Сейчас секс and city. И шоколадка кит-кат пропал. Этот черточки. Не заберите. Ну, это, понимаете, это просто так proof is internet. Заверилось. Опять же, Дарт Вейдер и Форест Гамп это фанаты, я не заметил. Разберем убийство Кеннеди. Ребята, если кто-то помнит, кто-то увлекался и смотрел в детстве эту хронику, я даже был в шоке, потому что я смотрел вчера это глубокой ночью и даже испугался. Потому что, во-первых, перед выстрелом в Кеннеди он ехал, слева его сидела жена, он махал рукой и выстрел был прям по-покасательной. Потом еще есть фотки, где он лежит и голова нормально, ну просто пробитая черепушка, да. В этой же ведюхе перед выстрелом он как-то нагинается и жена что-то там нагинается и прямо выстрел идет вот так вот. Уже не по-касательной отсюда, а вот как-то снизу. И у него прямо полбашки слетело, и все в кровухе. И еще, это я уже потом покопался, ребята показали, что в машине сидело 6 человек, а раньше сидело 4. И опять же можно отправиться в Даллас, там есть музей, как его убивали, то есть и машина, реплика, или как, то есть там машина, которая была по реконструкции восстанавливает, там надо 4 места. И оперативная съемка показывала, что вот этот козелак вообще стреляли, вообще сзади. Ну короче, просто это надо каждому из вас убедиться, пересмотреть. Сейчас мы пойдем к чему. Понимаем того, что, так я это понимаю, веер миров, то есть параллельные реальности, сейчас или по замыслу создателя, или еще по какому-то начали соединяться в один пучок. Или просто немножко пересекаются. Поэтому сейчас вы все поймете. некоторые еще люди утверждают, что Новая Зеландия находилась севернее Австралии, а сама Австралия находилась южнее Контрактиды. Еще там пролив между Сахалином, там Каспийское море, ну короче, много нюансов, но Новая Зеландия это существенно опять же говорю, если бы я не знал так хорошо географию и не сидел с самого детства прямо, у меня еще был такой большой энциклопедический словарь, мне еще батя где-то надыбал в свое время. Так вот, на той карте и вообще в последствующих картах, допустим, извините меня, я пять лет проучился в Академии морской, то есть карт я насмотрелся. То есть для меня как и было, так и осталось. Но опять же миллионы людей утверждают, потому что это все идет волна за волной. для кого-то реальность скосилась. Я пришел к такому выводу, что кто-то пришел с одной реальности, кто-то пришел с другой реальности, а кто-то остался в той же. А в настоящем мы все вместе. Понимаете, о чем я? То есть прошлое это уже каждый в свою реальность помнит, но она сейчас сошлась в одну. Извините, плохой пример. Не мог же я просто так вас порадовать теми фактами, которые в общедоступном пользовании я нашел. Я покопался, я посмотрел Сол Гудмана, Сол Гудман, привет, хотя тебя узнал про этот эффект Манды. Серега, красавчик. И он попросил в одном своих вступлений типа поищите, потому что эти пруфы в основном заграничные, поищите что-нибудь из пространства СНГ, из советского пространства. И вот, кстати, опять же неправильная инфа, пишите в комментариях правильно, я думаю, или нет. помните такую, когда я был маленьким, песен 90-х, такой Игорек, моя мама варит кофе. Моя мама варит кофе, может быть. Моя мама варит кофе, моя мама подождем, твою мать, твою мать. Слово, 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 кофе изменилось на слово классно, хотя песня как-то сих пор называется моя мама варит кофе. В некоторых источниках. Значит, изменение произошло недавно и хорошо, что люди об этом замечают. Ну, еще пару историк на пожигнание, я тут на форумах читал, как просто люди своих маленьких вселенных, своих ячейках общества с таким сталкивались, как один юноша в 14 лет поехал до бабушки и там пошел на рыбалку, клева не было, поскользнулся, упал, когда выходил свечки упал, головой я очень сильно ударился в сторону уже берега, потом проснулся на берегу, ни удочки нету, но думал, потерял, когда падал, то есть, потом поехал домой, ехал на автобусе, его ужас одолел, потому что та же самая дорога, к которой он возвращался, на том же самой гармошке автобусе проехало очень быстро и тут телевизор был второй марки, вроде бы, рубин был, а какой-то горизонт стал, ну не суть, и самое главное, что у него до сих пор в памяти, что у него был кожаный мячик, хороший такой, кожаный мячик, он даже с ребятами вчера гулял в футбол или позавчера, и этот мячик, мама говорит, ничего, у тебя не было никакого мячика, то есть, он получается, да, вы спросите, как это что? Не знаю, может, может, есть такие просто практики, когда люди ходят в астрал и меняются параллельными меморами, которые недалеко, сами видите, это мир, который и так очень близки, поэтому идет какая-то, наверное, прессинг, какая-то, или, не знаю, как это в физике называется, и вот, знаете, как пружина, да, вот сейчас у нас сужается во всех, у русских, у него, то есть, сжимает, пружину, а пружина не может долго быть на взводе, так, как будто реальности сжимаются, вот эти, которые ближе, они уже начинают пересекаться. Это когда разработчики в нашей матрице переписывают программу, вносят какие-то изменения, и наш мир меняется, значит, смотрите, как получается, многие говорят, реальности, там, объединяются, скрещиваются, накладываются, идет сбой, максимально сосредоточьтесь, максимально услышьте то, что я вам скажу, в полной мере поймут меня те, кто играет в компьютерные MMORPG, компьютерные онлайновые игры. зачастую бывают следующие, когда сервер игровой начинает мельчать, допустим, существует два сервера игровых, ну, к примеру, это чтобы голову сильно не ломать, на одном сервере играет 100 человек, и на другом играет сервере 100 человек, через какое-то время игроки уходят из этих миров, и играют другие игры, поэтому на одном сервере остается 50 человек, и на другом сервере остается 50 человек, Так вот, 50 человек осталось на одном сервере, 50 на другом. И эти сервера объединяют, чтобы был один сервер и на нем бегало 100 человек. Уловили. Эффект Манделы в 98% случаях это объединение двух игровых серверов. Люди, которые находились в одной реальности и на их сервере был вроде такой мир, но из-за того, что они там делали немножко или немножко другие шаги и направления, мир немножко менялся в другую сторону. И на другом сервере были какие-то отличия. И когда персонажей, то есть нас, переносят на один уже созданный сервер, у одних персонажей остается в памяти воспоминание о сервере, который имел определенные наработки, и он не состыковывается с новым сервером, на котором находятся мы, персонажи. Ну, как я уже неоднократно говорил, наше тело это всего лишь виртуальные очки. Теряя эти виртуальные очки, мы зачастую незамедлительно приобретаем новые. Вот. Всего хорошего вам. И любите друг друга. Очередная напасть пришла на Русь. Сторонники восстановления СССР. Их основные постулаты. Первый. СССР жив, потому что распад Союза был незаконен, так как на референдуме 17 марта 1991 года большинство граждан СССР проголосовало за сохранение Союза. Второй постулат. Те, кто родился до 1991 года, все еще являются гражданами СССР, поскольку так записано в свидетельстве рождения. И никакого заявления о переходе в другое государство никто никогда не писал. Те, кто так говорят, совершенно правы. СССР действительно де юра жив, но не по результатам референдума, а потому что по Конституции 1777 года изменить статус государства мог только Верховный Совет СССР. А он этого не делал. Либерасты-перестроечники напридумывали кучу законов, противоречащих Конституции, которыми как фиговыми листками прикрыли позор так называемых Беловежеских соглашений о распаде СССР. Что касается референдума 1991 года, о котором так любят рассуждать, то действительно, почти 77% советских людей проголосовали за сохранение СССР. Но результаты этого референдума носили рекомендательный характер, о чем умалчивается. Об этом говорит закон СССР от 29 декабря 1990 года о всенародном голосовании. Референдум подходит скорее под пункт 4, статья 4, то есть общественное мнение. А значит, согласно статье 29, его результаты должны всего лишь учитываться. Итак, да, действительно, мы граждане СССР. Осталось дело за малым. Верховный суд России должен признать, что это так, что мы живем все еще в СССР и подчиняемся законам СССР. Но не дай бог, если это произойдет. Те, кто за это рвут связки, не хотят или не могут заставить себя подумать хотя бы на шаг вперед. Допустим, Верховный суд признал, что Россия это виртуальное, незаконное государство, что мы с завтрашнего дня должны жить по законам СССР. И вот тут наступает конец нашей стране. Начинается хаос, мародерство, убийства, грабежи и гражданская война всех против всех. Почему? Да потому что все сделки, заключенные людьми после 91 года теряют юридическую силу. Ваш дом, ваш автомобиль, ваша дача, все ваше имущество теперь вам не принадлежит. Вы больше не женаты, ваши дети больше не ваши дети. Все ваши сбережения фикция. Люди сойдут с ума и начнут выбрасываться из окон. Вы этого хотите, товарищи, свидетель СССР? Юридическая реанимация СССР это не просто утопия, это опасная утопия. Единственный полезный вывод, который можно сделать из этой темы, заключается в том, что преобладающее общественное мнение заставляет чиновников принимать законы, которые бы успокоили бы массы. Все эти беловежеские соглашения стали возможны только потому, что почва уже была подготовлена. Страна и так распадалась. Люди были готовы к распаду. Перестроечные СМИ их к этому подготовили. Распад с Союзом начался в головах советских людей. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!